Мы сейчас едем в монастырь Монсуран и хотела показать вам станцию, к которой мы сейчас будем ехать. Ехать будем на поезде. На поезде ехать где-то целый час. Здесь одна такая хорошая, продуманная вещь одна. Видите, впереди кондиционер обрызгивает водой, потому что на станцию очень тушно и жарко. Поэтому они такие штуки продумали для того, чтобы охлаждать народ. Мы сели поезд, который везет нас в Монсерране, но оказалось, что нам нужно готовить еще отдельный билет на другой поезд. Ну, покажу вам маленький обзор, где-то поезд, в котором будем ехать. Вот так он выйдет. Здесь есть этот туалет. Пожалуйста. Есть кондиционер. Это самая важная вещь. И плюс есть видеокамера, которая следит за парятом. Итак, мы пересели в другой поезд. Вон купили в аппарате билеты на другую станцию. И вот это горы. И там находится монастырь Монсеррат. Вот. Покажу вам кабину машиниста. Вот. И вот такой вагончик мы сели. Здесь так работает хорошо кондиционер, что так хорошо, прохладненько. Вот. Так, мы едем на Кремольере. Вверх на Монсеррат. Кремольер – это такой маленький поезд. С зубчатыми колесами, что ли. Ну, что-то вроде того. И тут медленно поднимается наверх. Продолжаем нашу куфру. Там видно поезд, полетелос. Да, пропускает нас. Такие вот виды фотографии. Вот такие рельсы зубчатые. В середине для зубчатых колеса. Встречный повод, в прежде. Вот старик ждет нас, пропускает. Там поехали в некоторых местах одноколейные, а в некоторых для разъезда двухколейные. Все выше и выше мы поднимаемся. Вверху сразу на стену. Там наверху черная мадонна. Здесь стоит довольно большая очередь. Длинная-длинная очередь для того, чтобы дотронуться до черного шарика. Мадонны. В этом месте ставить свечки. Свечки стоят 2 евро 20 центов или 1 евро 80 центов. Свечки разных цветов. В синие, голубые, желтые, красные, фиолетовые. Вот. Их очень много. Вот. При входе можно купить свечки. Это фуникулер, который поднимается еще выше. Мы сейчас попробуем туда подняться. Мы хотели попасть к Черной Мадонне, но очень большая очередь, поэтому мы решили чуть попозже к ней подойти, потому что сейчас очень много приехало на автобусе туристов, поэтому стоять в очереди к ней очень долго. Поэтому мы решили немножко прогуляться по монастырю, зайти на рынок купить или покушать, попробовать творог с медом. Ну, короче говоря, погулять. Мы поднялись наверх. И здесь прекрасный обзор на всю окрестность, которая здесь видна. Здесь очень много тропинок. Можно выбрать любую и по ней пройтись. Маршрутов много. Можно в горы залезть. Можно подойти к беседке. Здесь очень классный вид. Кстати, даже воздух намного чище, чем внизу. Вот что значит. Означает горный воздух. Так, я покажу здесь маршруты, которые предлагают пройтись. И также указано тут время каждого маршрута. Покажу вам, как поднимается фуникулер вот по этой дороге. Монастырь находится самый внизу. И вот маленький обзорчик. Мы зашли в магазинчик. Вот покажу быстренько, пока кто не видит, какой здесь в мастре шоколадчик. Это фрукты, сыры, детское питание. Хлеб. Мой популярный шоколад. Здесь Орион. Вот фуникулер поднимается наверх. Вот по этой железной дороге мы ехали сюда. Она петляет, как и лабиринт. И маленький обзорчик. Горы, горы, горы. Также на другой стороне находится рынок. Здесь можно купить мед, творог. Короче, вкусняшки. Вадим купил себе творог политым с медом. И еще вот это. Да. Это печенье. Минярил. Держи. Как тебе творог, Вадь? Фронтартный. Творог, просто обычный творог. А у вас с медом, так? Попробуй просто. Да. Итак, мы спускаемся вниз по канатной дороге. Немножко закладывает уши. Дорога очень такая длинная. Мы идем очень мягко, комфортно. Без всяких таких, как бы сказать, воздушных ямок. Так мы спустились сверху, вот отсюда, на конечную станцию, и дальше поедем поездом обычным. Спасибо.